друзья всем привет всем привет сегодня видео будет у нас такая тема многие многие путают есть микроавтобусы да есть просто минивэны мы наверное сделаем с вами два видео два отдельных видео именно на микроавтобусы именно на минивэны поэтому сейчас идем на рынок показываем что такое микроавтобус и что такое минивэн и еще хочу добавить просто вот эти вот сирены и все степ вагона считают как минивэны но у нас это считается микроавтобусы сейчас это все и расскажем друзья ну давайте начнем с вами обзор минивэнов да сегодня все-таки возьмем минивэны микроавтобусы брать не будем перед нами стоит toyota wish 2011 года фары линза такой красивый цвет на летней резине без литья цвет такой насыщенный переливается и так не будем сегодня цвете да будем именно сегодня разговаривать о минивэнах минивэн это автомобиль где три ряда сидений микроавтобусы тоже три ряда сидений бывает и четыре ряда сидений на микроавтобус они как-то идут больше и так toyota wish с тремя рядами сидений третий ряд сидений складывается образуется у нас ровный пол да ну и как будет трансформация салона то есть мы можем вот эту сидушку допустим сложить сюда кого-то можем посадить делается в принципе все очень элементарно просто здесь предусмотрена небольшая ниша что-то можно туда положить далее значит данный автомобиль двери идут у нас распашные двери открываются практически на 90 градусов второй ряд сидений у нас ездит вперед назад естественно подвинули вперед до образовался проход можем переместиться на третий ряд сидений вмещает второй ряд сидений три человека также есть подлокотник вытащить его не могу не перчатки немного немного неудобно ну и соответственно первый ряд сидений два кресла два кресла для пассажира для водителя руль идет обычный кожаная комплектация это не супер да есть комплектации по моднее отключение антибукса регулировка зеркал в принципе ничего больше здесь такого нету по месту судите сами посмотрите сколько местом в данном автомобиле слишком долго задерживаться не будем попытаемся по себя заснять побольше автомобилей так это 11 год 18 передний привод 740 тысяч рублей да можно завести его и так дальше идет у нас honda джейд тоже минивэн 887 887 тысяч стоит данный автомобиль автомобили новые их не так много на авторынке да не только на авторынке да вообще в принципе в принципе продажи это гибридная версия автомобиля камера заднего вида установлена фишка до фишка этого автомобиля она шестиместный то есть идет раз-два 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 по посадочным местам ну и продавец сделал до трансформацию салона то есть в принципе можем освещает 3 освещает третий ряд а здесь подсветочка да у нас идет какая-то все я понял да я сначала не понял в чем фишка да ну смотрите получается вот здесь у нас стекло да если здесь была глухая скажем так заглушка до стекла не было на третьем ряду было бы темно но так солнце попадает на третий ряд сидений давайте посмотрим второй ряд сидений черный такой насыщенный цвет ну пожалуйста то здесь я назову это два капитанских кресла да естественно она у нас ездить сидушка регулируется спинка и здесь идет вот такого плана удобный на удобный подлокотник также дуйки на второй ряд сидений что касается водительского места кстати сидения идут перфорированные на с кожаными вставками давайте присядем руль идет тоже кожаный дверная карта идет пластик деревянная вставка кожаная вставка отключение всевозможных режимов куча датчиков на автомобиле куча датчиков мультируль bluetooth это что такое а эта камера включается боковая да ребят смотрите даже вот на поворотники до указатель есть то есть поворотник мы с вами включаем видите включаю и автоматически включается камера вот дверь закрывает вот он самый стоит датчик при столкновении идет освещение в селектор переключения передач вход hdmi где-то там он находится идет один подстаканник я так понимаю он идет именно для водителя мультимедиа системы и вот такого плана управления управления печкой здесь идет ставка по дерево бардачок и так далее сама центральная панель до куда сводится куда сводится вся информация вот что касается опять же место в автомобиле мне сидеть удобно комфортно в принципе не тесно до посадить сюда пассажира мы с ним тереться теперь мы с ним не будем далее значит аирбэги понятно в руле в торпеда в стойках и сзади в стойках тоже у нас идут аирбэги так это гибридная версия автомобиля стоимостью восемьсот восемьдесят семь тысяч рублей тойота исис исис и здесь тоже друзья все называют вот эти вот автомобили по-разному есть две не то что две версии до 2 основные скажем так комплектации есть простая комплектация есть комплектация платона как вот данный автомобиль платона выделяется конечно своим обвесом да ну и шилдиком шилдиком платона и так исис комплектации платона за мг 10 кузов 685 тысяч рублей туманки фары линзованные литье летняя резина повторители значит особенность достопримечательность да назовем это так данных автомобилей у них понятно то что боковые двери идут движные да допустим по сравнению с вишом кстати боковые двери сдвижные очень удобно с детьми где-то куда-то приехал не за на парковку в магазин супермаркет то есть дети да не буду там дверьми хлопать не хлопать открывать их распахивать чужие машины не пострадает итак возвращаемся к данному автомобилю в родите внимание так не получше нас наверно открытие в автомобиле нету центральной стойки кого-то это пугает а вот это наоборот привлекает сидушка вот это у нас трансформируется в разных положениях то есть мы можем просто опустить до сидушка вот эту дверку прикроем у нас образовываются столик мы можем ее поднять вот здесь есть специальный рычажок но я сейчас к сожалению одной рукой этого сделать сделать не смогу итак сидушку поднимаем обратно сидушку поднимаем обратно второй ряд сидений он у нас ездит здесь у нас нету до рычажков рычажки у нас вот здесь ездит он у нас вперед назад регулируется спинка и мы получаем с вами проход проход на третий ряд сижений сидений в отличие от изиса да здесь третий ряд сидений он тоже в 5 прячется в пол и как бы у нас там сейчас вам покажу нет друзья наверно не покажу не откроется у нас да не откроется у нас багажник короче говоря ниша у нас там не будет давайте посмотрим кстати бесключевой доступ на автомобиль дверь такая массивная тяжелая и жесткость у него встроена вот в дверную стойку да как бы она заменяет вот эту стойку я называю это так здесь основная масса идет пластик небольшая тканевая вставка бутылочница небольшая ниша для чего она здесь предусмотрена я к сожалению не знаю дальше все стандартно бардачок такой небольшой нюанс на данном автомобиле кто этих нюансов не знает тут может очень долго искать номер кузова шилдик обычно мы открываем дверь ищем где-то на стойке либо с этой стороны либо с той стороны либо под капотом здесь он расположен вот в этом месте так давайте еще посмотрим на внешний вид на внешний вид есть комплектация где две электродверь и есть где одна электра две рука здесь с проверим здесь у нас идет одна электродверь по левой стороне есть автомобиль и 4 w d есть автомобиль и передний привод гибридных версий таких автомобилей к сожалению не бывает и уже по стандарту до присядем посмотрим сколько здесь сколько здесь место вот в которой автомобили сегодня сидим до везде место очень много предостаточно заводить автомобиль не будем кнопка старт-стоп вот такого плана спидометр видите тут все все идет у нас в целлофанчике ну и пассивно долго тоже на каждом автомобиле задерживаться не будем потому что так у нас не хватит времени обойти с вами рынок так идем дальше дальше ребят идет toyota sienta это автомобиль 2011 года как бы со стороны он кажется маленьким да но по факту это тоже это тоже идет минивэн это уже рестайл фары фары туманки фар идут квадратные он налить и на летней резине повторители лобовое стекло родное хромированные ручки двери у нас боковые тоже идут сдвижные и три ряда сидений так ну давайте наверно раскладывать не буду хотя попытаюсь вот он третий ряд сидений третий ряд сидений здесь заезжая друзья под второй ряд сидений и те кто не знает то что автомобиль с тремя рядами сидений он может даже об этом и не узнать здесь вот это дело вот так трансформируется можно перевести какой-то груз видите полозья да они идут до упора до конца вот я просто привык уже то что везде идут электро двери на дверная карта пластик тоже небольшая тканевая вставка сидушечка вот такая вот квадратника я не знаю как его назвать верхний бардачок идет здесь у нас вот такого плана подстаканник да то есть нажали он туда вниз уехал аукционный лист аукционный лист лежит 3 балла девяносто две тысячи пробег по правой стороне у нас идут подкрасы нужно нужно проверять так складываем давайте посмотрим попытаемся посмотреть багажное отделение ну и со стороны посмотрите на автомобиль видите тойота тойота сиента дверь у нас задняя поднимается она наверх камера заднего вида установлена при разложенных при разложенном третьем ряду сидений багажного отделения можно сказать здесь практически у нас нет оно сравнимо с кейкаром вот ну как вы знаете что касается по месту на третьем ряде сидений здесь только только все таки наверное для детей что касается водителя про дверную карту я уже наверно в каждом видео выряда не будем заморачиваться не знаю ключик у нас какой-то лежит ли что это не то это лежит все по стандартно значит центральная панель управления сведена на середину в принципе это очень удобно при езде глаза никуда не отводишь не то что так удобно когда она находится перед тобой но есть такие автомобили где вот прям короче говоря удачное расположение когда находится посередине климат контроля нету все накрутил очках опять целлофанчик руль идет кожаный выдвижной подстаканник еще какая-то ниша ну и небольшой бардачок ручник у нас здесь идет ножной здесь такая площадка что-то можно что-то можно сюда положить давайте с этим автомобилем тоже на сегодня не на сегодня будем закругляться пойдем еще что-нибудь походим поищем toyota wish toyota wish сегодня у нас уже был один wish и давайте посмотрим до различия то есть у нас мы вам сегодня показывали пиш уже который идет они не то что в рестайле да а новый кузов данный вид что 2008 год в черном цвете на литье на летней резине автомобили идут переднеприводные есть автомобили 4 воды вот эти друзья вот таких автомобилей осталось довольно таки мало года непроходные везут везут их мало это тоже минивэн тоже автомобиль где три ряда сидений начнем открытым а он закрытый значит не начнем просто покажем внешний вид и сейчас узнаем стоимо сколько он стоит открывать его не будем к сожалению закрытый стоимость узнали стоит вот такой замечательный wish 630 тысяч рублей дальше ребят идет пасса сета это ну что-то между посада и не знаю чем вот пасса сета тоже три ряда сидений 540 тысяч стоит дан автомобиль белый цвет фары простые туманок нету на светлом салоне на литье на летней резине повторители бесключевой доступ автомобиль автомобиль у нас открытый ну спасай конечно автомобиль не сравнится да здесь у нас все совсем по-другому прям по-добротному так сделано очень много пластика по-добротному сделала электрический стеклоподъемник бутылочница колонка светло темно-коричневый салон большой просто огромный бардачок со сторонам кажется огромным по факту он в принципе небольшого такого объема до airbag центральная панель сведена на середину переднее сидение идет диваном проход между сидушками климат контроль ну здесь уже двери у нас идут распашные обратите внимание да тоже дверь какая на массивная широкая открывается практически на 90 градусов тоже вся из пластика второй ряд сидений давайте посмотрим регулировка есть него да у него регулировка есть вперед-назад но это это друзья идет по стандартно это практически на всех автомобилях также я так понимаю вот можно у него но это просто спинка откидывается ну и проход на второй ряд сидений но опять же смотрите когда сидения отодвинуты до конца второго ряда сидений да то третий ряд сидений места практически нету то есть нужно ущемлять пассажиров второго ряда сидений пассажиров 2 ряда сидений ну и соответственно первого ряда сидений чтобы хоть как-то более менее комфортно уместиться на третьем ряду сиденья посмотрите на автомобиль как он выглядит да по соотношению там ко мне вот такой замечательный автомобиль ребят пока смотрите видео не забывайте подписываться на канал всегда будем вас информировать о происходящем на рынке о наличии автомобилей о том сколько они стоят здесь нужно вдвоем нет вот так ну вот таким вот планом она складывается да получается у нас ровный пол багажнике короче говоря всегда всегда будете в курсе цен на японские автомобили ну и также кому нужна помощь приобретение покупки автомобиля звоните отвечаем всем всем помогаем только большая просьба не звонить конечно не звоните конечно ночью и так здесь у нас ну комплектации это у нас идет попроще кстати идет выдвижной вот такой подстаканник здесь верхний бардачок и смотрите как он выезжает подстаканник обратите внимание на такого оба оба выход пласти корректор фар регулировка зеркал климат-контроль говорил в комплектациях побогаче да вот эти вот заглушки они заполнены всевозможными функциями вот видите бесключевой доступ в автомобиль место место автомобили много места вода вместо очень много мне нравится airbag в стойках в руле там тоже получается слабо и смотрите какой у нас монитор есть клёвый оттого по отчетам видно чего-нибудь нет не полезут на вот монитор ну кстати вот некоторые да там заказывают поиски автомобилей и у них главное условие одно из главных условий чтобы монитор что была установлена камера заднего вида про камеру заднего вида уже много сказано рассказано там полторы две тысячи рублей она у вас будет стоять что касается монитора друзья в принципе это тоже все решаемо все решаемо цена вопроса я думаю 5 там 7000 рублей у вас будет стоять монитор в автомобиле смотрите вот еще одна баса с это да она у нас такого оранжевого цвета на зимней резине на литье мы не можем не воспользоваться случаем мы откроем с вами автомобиль так как автомобиль заведен что мы видим салон в принципе все то же самое по комплектации один в один вот работает климат-контроль спидометр 180 тахометр до 8000 индикация топлива без бензобаки пробег 107 тысяч сколько она стоит не знаю сейчас если получится получится то мы узнаем ладно выходим просто посмотрите на внешний вид до сравните вот только что снимал белую и как выглядит автомобиль в оранжевом цвете одно время тоже их не было сейчас появились по навезли вот такие вот автомобили honda stream 2012 год 18 мотор рст комплектация стоимостью 785 тысяч рублей давайте тогда вот стрим стрим вишь вишь ребят ну вон еще один вид стоит исиса исиса не вижу это вот ну три такие наверное самые популярные до самых популярных минивэна схожи по цене по качеству не знаю везде где-то плюсы где-то минус и так 12 год мотор 18 785 тысяч рублей морда хищная литье видит светло-серая оригинальная honda вская резина и грамма ну и грамма такая как бы резина конечно конечно не очень значит размер колес 205 55 17 низкий профиль по бокам идет обвес хромированные ручки лобовое стекло родное повторители задняя часть автомобиля но здесь конечно плотничком они подъехали до отъезжать мы не будем вот багажное отделение к сожалению не посмотрим попытаемся еще каким-то стрима найти как я говорил неплохая комплектация да вот здесь идет строчку такая вот перфорированная знаете какая-то вот здесь идет пластик нижний ярус назову это тогда небольшая ниша верхний ярус сиденья ездит вперед-назад подлокотник раздвиня подстаканника убираем получается сидушка три человека сюда влазить сиденья идут с кожаными вставками ну естественно сидушка у нас ага вот здесь он отодвигается ух ребятки 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 хотел вам показать да боюсь не покажу вот здесь у нас к это идет полочка я не могу сказать что на самодельная да все японское все родное короче говоря там у нас спрятался третий ряд сидений кому будет интересен реально кому будет интересен данный авто не найдет обзор даже у нас на канале на канале где то есть обзор здесь все то же самое все школа схожи что и сзади в принципе как везде как их у всех здесь все быстро давайте сядем посидим что-то я замер короче холодно на улице ну давайте тогда как я себя чувствую со стороны пассажира со стороны пассажира чувствую себя замечательно местом немного то есть я никуда не бьюсь здесь у нас удобная ручка обзорность перед нами открывается великолепно и шикарно в принципе все видно да при желании могу тут за водителя как-то вот чуть понажимать но опять же вот это вот центральная панель да вот как вам сказать вы на камеру может быть этого не увидите когда в машину садишься тоже на это внимание не обращаешь но по факту по факту она вот как бы смещена немного в сторону именно в сторону водителя ладно давайте теперь посидим посидим теперь со стороны водителя еще раз просто внешний вид на автомобиль что мы имеем с вами со стороны водителя это кожаный руль управление лепестками то есть автомобиль автомат имеет ручное переключение передач пробег 53002 подстаканника ниша бардачок солнцезащитный козырек без подсветки здесь просто у нас идет с вами идет подсветочка здесь небольшой пенальчик небольшая ниша дуйки вот такого плана но и сама вот консоль смотрите здесь она тоже как вот короче говоря прикольно прикольно все это дело сделано и так значит а не сказал по месту по месту по месту по месту со стороны водителя места много то есть можете можете смело брать тереться биться головою вы не будете и так двенадцатый год 1 и 8 рст комплектация 785 тысяч рублей и пробег пятьдесят три тысячи давайте просто возьмем немного цены так wish десятый год 18 760 тысяч рублей передний привод без литья на летней резине темный салон десятый год за 760 тысяч рублей аку пропускаем хаслер пропускаем вот еще стоит один wish в черном цвете зимняя резина литье 16 год шестнадцатый год девятьсот восемьдесят пять тысяч стоит данный автомобиль к минивеном ребята здесь на нас обносится до спайк honda freed spike вот данный автомобиль это у нас spike одиннадцатый год пятьсот семьдесят тысяч но открывать мы его не будем таких автомобилей можно открывались довольно таки много электро дверь электро дверь то есть комплектации тоже очень много есть мультируль есть круиз-контроль есть одна электро дверь есть двери в двери разнообразия как бы как бы хватает и вообще вот именно из минивенов это наверное самым популярный автомобиль который которого хотят все которые постоянно пользуются пользуются спросом то есть spike это 5 местные автомобили 5 местной версии 6 7 местной версии данный автомобиль 11 год 570 тысяч вот дальше значит из минивенов да есть еще приус альфа но основная масса таких автомобилей они конечно идут 5 местные есть 7 местные там немного видоизмененная батарея 7 лет сегодня наверное искать не будем давайте с вами сделаем так то есть те кто постоянно нас смотрят те кто ну реально наши подписчики которые не пропускают наше видео которым интересно ребят пишите в комментариях то есть если если вам действительно да вот интересно эта тема про минивены то мы уже конкретно ну как то вот разобьем от на какие-то категории и более подробно уже снимем каждый автомобиль вообще в принципе возьмем мог собаки бегать собака привет возьмем все минивены которые которые они есть на следующее видео у нас уже будет провод такие вот автобус не конкретно вот эти а вообще то сегодняшнее видео показать то что есть минивены есть микроавтобусы что вы не путали далее значит смотрите стоит еще одна сиента но обратите внимание это уже идет до рестайл четырнадцатый год другой бампер капот другой фары идут другие этот авто автомобиль он тоже идет 7 7 местный четырнадцатый год полтора литра стоит машина пятьсот девяносто тысяч рублей открывать сегодня машин уже уже с вами не будем машина хорошая надежно двигателя у них хорошая подвеска там неубиваемого не стоит вот есть кстати автомобили которые идут на климат-контроле есть просто на крутилках здесь мультируль но она такая знаете но опять же друзья это лично мое мнение то есть не надо там думать то что я кого-то отговаривал вот конкретно вот этот кузов вот это дори ставил да ну мне он не нравится он такая какая-то не знаю лупоглазая что ли который вошел это же реста с квадратными фарами там в принципе да то есть я мне нравится следующий уже автомобиль еще раз повторяю это лично мое мнение так друзья ну давайте напоминая еще раз а кому понравилось да кто хочет видеть больше минивэнов пишем комментарии обязательно будет следующее видео про мини следующее видео про минивэна а выйдет еще одно видео про минивэна следующее видео у нас будет про микроавтобус сейчас мы с вами уезжаем со вторым к зеленый угол время уже три часа дня нам сегодня нужно еще выкупить забрать автомобиль и отогнать его в транспортную компанию что это за автомобиль не переключайтесь погнали увидим итак друзья как я и говорил да едем забирать автомобиль все этот автомобиль прекрасно знаете да что за машина все узнали это honda honda fit версия у нас не гибридная автомобиль 2016 года стоил автомобиль 580 тысяч рублей продали его за 570 тысяч рублей комплектация не самое там супер-пупер да но тем не менее неплохая на климат-контроле автомобиль по кузову по кузову он целый он на летней резине без литья резина неплохая то я остаток хороший размер 175 70 на 14 давайте немного покажу вам салончик да пока автомобиль греется не знаю как попадает свет но салон чистый приятный аккуратный ухоженный салон камера заднего вида установлена багажник сожалению мы не откроем видите стоит еще один автомобиль продается бесключевой доступ повторители в зеркалах заднего вида передняя часть автомобиля и автомобиль идет на климат-контроля значит с продавцом покупатель подписчик наш рассчитался александр машина едет в омск весь комплект документов нам отдали сейчас машина прогреется ну и мы выдвигаемся по дороге немного вам расскажу про этот автомобиль и так в принципе все автомобиль у нас прогрелся прогрелся машину мы забрали много вопросов да вот что касается именно фитов как он ведет себя холодно в салоне не холодно не знаю вот на улице минус 3 печка печку мы не включали включаем печку включаем печку ну и по дороге да я вам немного расскажу в принципе свои ощущения да как она работает хорошо она скажем так работает или не хорошо но первое впечатление от автомобиля сейчас сидушку подниму я люблю когда сидушка поднята наверно чтобы как бы опять же или ребят это лично мое мнение да вот я люблю когда я поднялся наверх чтобы передо мной было видно капот вот водички у нас там нету нету и так значит первое впечатление автомобиль хороший комфортный недорогой хэшбэк до бюджетный хэшбэк опять же бюджетный в каком плане фиты вообще допустим если это гибридные версии автомобили они идут дорогие данный автомобиль он просто переднеприводный да он бюджетный 570 тысяч рублей он стоит пробег у автомобиля это реальный настоящий пробег автомобиля 63 тысячи километров руль идет обычный силу ходу двинул назад обычный пластиковый автомобиль идет на климат контроль и есть автомобили где они идут просто на крутилочках так вот серёга едет впереди включаем фарики обязательно мы ездим ездим по правилам автомат дучки расположены у нас смотрите как-то вот нестандартно да не на всех автомобилях то здесь идет по две дучки 1 дуйка идет на водителя 2 . идет на стекло вы 3 . идет на обогрев да на обдув вот этого вот небольшого треугольника с со стороны пассажира немного все сделано по-другому нравится здесь вот это вот торпеда да она идет практически ровно то есть если что-то сюда положить скатываться это не будет и реально огромное расстояние огромное расстояние до лопового стекла что касается динамики на автомобиль да вот даем газку но друзья honda и то есть honda она как бы подрывает ну на взлет она не идет да но разгоняется разгоняется она очень быстро по подвесочке как бы погрунтов очки когда мы автомобиль проверяли погрунтов очки прокатились ну вот сейчас по таким по неровностям у нас здесь как сказать асфальт до которого нету короче говоря по подвеске вопросов нет вот выехали с вами едем по центру города это самый центр города ну и посмотрите посмотрите на чем ездит владивосток да то есть одни одни праворульные автомобили очень много гибрида вот выезжает такси такси это но это капец то есть народ ездит на в основном не знаю на приусах на аквах на филдерах короче говоря на гибридных на гибридных автомобилях вот один приус 2 приуса вот делика праворульная стоит смотрите колдина года 90 года 98 это колдина она еще ездит mazda фамилия и едет тоже старого года стоит мячик года 2000 один правый руль да конечно попадаются автомобили выдаются автомобили с левым рулем с левым рулем какие-то лексусы но им их не так много то есть 90 процентов автомобилей во владивостоке это все друзья это все идет у нас правый руль посмотрите не знаю понаблюдайте посмотрите немного на наш городу двитья ли он вот опять поехала аксио до гибридная версия автомобиля вот бабуля переходит не там где положено здесь нельзя переходить ну вот смотрите вот едем да вот газку дал ну быстро быстро автомобиль набирает скорость и так напоминает а honda fit кузов gk 3 gk 3 100 лошадиных сил то есть объем двигателя 1 и 3 литра но развивает он мощность аж в 100 лошадиных сил если брать гибридную версию автомобиля да там идет полторашка там идет не помню на память сколько там идет лошадей но однозначно автомобиль он будет намного резвее то есть там да там тапочку дал и ты полетел единственный минус но это и допустим я к минусу это отнести не могу да все почему-то боятся роботов не надо бояться роботов на роботе просто нужно нужно уметь ездить и проблем проблем никаких не будет дальше вот пока стоим в пробочке до климат-контроль говорил кнопка старт-стоп вот здесь пряталась у нас розетка прикуриватель 2 подстаканника небольшая ниша что-то можно туда положить засунуть то есть допустим телефон да ну за телефоном не как-то тянутся туда неудобно будет я обычно телефон кладу вот сюда вот подстаканник либо сюда либо вот вот сюда здесь подстаканник он открывается вот таким вот образом в принципе допустим мне удобно да я вижу что вот кстати inside выезжая выезжает тоже гибридная версия автомобиля ну ладно давай дядька проезжай проезжай режим эко эко по месту да я уже говорил сколько мест в этих автомобилях место место довольно таки много ручник расположен где нужно это удобно обзорность тоже великолепно добавляет конечно и света и обзорности в автомобиль это вот эти вот в стойках до вырезаны отверстия как это сказать по правильному не знаю я говорю простым простым языком да что было всем понятно вот эти отверстия добавляют нам и обзорности да и света в автомобиле здесь у нас идет подсветка ну и солнце защитные козырьки сняли колпаки вон они сзади лежат подписчик покупатель новый владелец попросил попросил это сделать короче говоря делаем все делаем все что вы что вы просите ладно не будем отвлекаться отвлекаться сейчас прием на стоянку я еще раз вам по кругу покажу данные данные автомобили друзья не знаю получится не получится снять сейчас едем с вами по проспекту красоты это видовая площадка здесь очень красиво вот ну просто полюбуйтесь немного на наш город из бухта золотой урок скажем так без комментариев да ну и вон он золотой мост он виднеется вы как-нибудь возьмем наверное коптер до которые покупали вот видите здесь пошли ли ра уже ничего не видно возьмем коптер которые покупали и снимем для вас потому что у нас во владивостоке реально очень много очень много красивых мест и наш город он омывается с трех сторон с трех сторон морем еще сейчас покажу вам одно место да красота спуск называется на красоте это самый такой длинный до под большим уклоном спуск в нашем городе он конечно был в плачевном состоянии вот сейчас его сделали половина асфальта половина бетона но здесь конечно зимой коллапс да и вот смотрите до чего додумали сделать посередине делают лера то есть человек едет до снизу он не поднимается как-то он разворачивается оказывается на своей полосе с горем там не знаю пополам спускается вниз сейчас вот эти будут лера человек если не поднимется его просто тупо развернет и я не знаю короче говоря сделали сделали еще хуже вообще как бы когда идут снегопады хотя снегопадов у нас городе уже ой как давно не было до спуск этот подъем он закрывается и приходит народ начиная тут кататься на санках на сноубордах на лыжах вот есть конечно некоторые умники даже если когда спуск этот закрыт они все равно все равно сюда лезут в общем только начало зимы посмотрим что у нас будет с нашими леерами помогут они или только усугубляю будут усугублять ситуацию давайте вернемся еще немного к теме да все же все-таки на чем ездит владивосток вот опять едет таксист едет not you power гибрид едет филдер это старый кузов не нового кстати вот допустим мне вот эти кузова старые нравятся больше forester едет они вот как-то в плане и надежности и комфортности да и вообще вот это старые машины они реально реально лучше как то узнаете новых прадик стоит такси у стоит rvv стоит camry правая руль стоит 2 харька стоит в новом кузове в старом кузове fg cruiser вот стоял правый руль он был forester едет вид съедет но автобус вот до какой-то газель непонятно но я не знаю как то прокатился знаете на этом автобусе вот на вот этом газели ну блин это я даже не знаю что этого сказать как в трамвае проехал все стучит все гремит подвеска такое ощущение то что вот не знаю скоро отвалится хотя вот эти газели да они появились не так давно у нас на рынке на у меня все уже с рынком связано не на рынке да вообще на маршрутах города владивостока вот вдоль дороги тоже люди машины оставляют ноут swift prius гибрид еще один swift subaric infinity к это стояла непонятно бибишка вот эти вот land cruiser и да это вообще легендарные автомобили халюк на халюкс это левый руль поехал от у вас патриот есть вот это наверное наверное машина был у нас подбор форестера приехал подписчик он был с города находки вот мы что-то ехали с ним разговорились он рассказывает про сурфа вот у карифана у него был сурф года по моему 97 безотказно проездил он там лет пять на этом сурфе ну и потом что-то решил говорит взять новую машину а денег-то не особо много ну и горит пошел взял себе у вас патриот зато максимальная комплектация катался 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 прошло полгода перебрал пол подвески машине куча сверков шумки нету все гремит все стучит на капоте краски говорит просто отваливается вот пожалуйста новая новая машина собранная сами поняли где ладно мужа практически приехали на стоянку и еще хочу добавить до вначале когда в машину сел сказал то что как она себя ведет как ведет себе печка вот смотрите проехали мы километров наверно 5 до автомобиля естественно он полностью нагрелся печка работает раз два три на 4 деления до поводу в машине становится уже да не то что становится в машине стало уже жарко поэтому вопросов к работе печки здесь ну просто нету что касается гибридов друзья там в принципе все то же самое то есть печка какой бы машине она не стояла для того она и печка она будет греть кстати камера заднего вида в автомобиле установлен но это отдельная тема и тема я уже сегодня говорил полторы две тысячи рублей у вас в автомобиле будет стоять камер поэтому друзья не выбирайте машину по камерам заднего вида ребят но вот сегодня получился вот такой небольшой обзор минивэнов да если понравилось будем продолжать снимать именно минивэн и на сегодня все и следующее видео мы сделаем обзор микроавтобусов и обязательно ну не обязательно это к пожеланию подписывайтесь на наш канал все все вага